В школе номер 10 для обучающихся прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Провела его волонтер движения за наших фурманов Надежда Рот. Она познакомила ребят с теоретическими и практическими основами изготовления окопных свечей. Они нужны для того, чтобы приготовить пищу или согреться в пылевых условиях. Еще в годы Великой Отечественной войны солдаты активно использовали окопные свечи. Способ изготовления прост. В жестяные банки вставляют фитиль из картона, а затем заливают растопленный парафин. При соблюдении всех нюансов технологии горение может быть до 6-8 часов. Особое внимание организаторы уделяют конкретным банкам из-под зеленого горошка и кукурузы. У нас основная база в Кохме. Кохмы ездили у нас 17 декабря на Новый год. Они отправляют именно нашим фурмановским ребятам 98-й дивизии и полки у нас разные. И отправляют посылки даже ребятам, которые именно там находятся на той линии, в руке отдают. Ребята осознают, для чего нужны эти свечи, какую помощь они принесут бойцам. Поэтому все делают от души. Понимают, что это не какое-то хобби или увлечение, а помощь родине. Что каждая изготовленная ими блиндажная свеча поможет солдатам на фронте. Дело это кропотливое, требует немало времени. Каждый помогает, чем может. Совсем юные мальчишки и девчонки рисуют символичные открытки, которые обязательно дойдут до героев. А вот старшеклассники пишут письма, пропитанные любовью и гордостью. На этом рисунке изображена девочка, которая встречает своего папу с войны. Хотим сказать спасибо солдатам, которые защищают нашу страну. Вас всегда ждут дома. Привет, дорогой солдат. Хочу поздравить тебя с праздником защиты Отечества. Хочу пожелать тебе здоровья, любви, добра и большой удачи. Спасибо тебе, милый солдат, что рискуешь своей жизнью, защищая нашу страну от врагов. Спасибо тебе за твою смелость и отвагу. Спасибо твоим родителям, что воспитали такого хорошего сына. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся домой и смог обнять всех своих близких. Ты главное, ничего не бойся, это скоро все закончится и ты вернешься домой с победой. Сегодня во многих российских школах проходят акции по изготовлению окопных свечей. Под руководством опытных специалистов ребята постигают премудрости свечеварения, после чего созданные ими мини-костры отправляются на передовую к нашим бойцам. Также скажем, что немаловажным для солдат являются и небольшие подарки, письма, рисунки, сладости. Огромное тебе спасибо за твое письмо. Мы его храним у самого сердца, все твои слова, которые ты там написала. Спасибо тебе огромное. Мы воины-дальневосточники, да и все наши братья, которые сейчас находятся на передовой и бьют фашистскую гадину. Мы все тебя крепко-крепко обнимаем. Передаем тебе привет. Организаторы верят, что свечи, изготовленные руками детей с особенным огоньком доброты, как символ душевной теплоты, согреют каждого солдата в зоне специальной военной операции.